здравствуйте друзья мы с вами на канале это он тв программе особая папка мне зовут марк курин со мной студии мой компетентный собеседник яков кирмин здравствуйте добрый день тему наши разговоры сегодня очевидно россия ввела войска на территорию сопредельного независимого государства возможно ли дальнейшее продвижение войска россии на территории уже материковой украины может ли это привести к реальной войне между двумя сопредельными государствами и последнее в каких своей точки зрения формах она может к его она может вылиться если действительно нечто подобное произойдет чтобы ответить на этот вопрос сначала надо ответить на другой вопрос а каковы цели россии использование армии каких-то целей а какие цели у россии стоят почему и тут дальше все будет ясно то что произошло в украине особенно в последние последние неделю две недели украине приходит к власти определенная политическая группа которая намного более экстремистские настроены антирус против россии и против русских чем было при януковича и тимошенко и рассматривая когда рассматривают эту группу в россии очень хорошо помнят что одним из стремлений правительства того было не столько и не только вступление в европейский союз но и вступление в нато так что вполне веро вполне резонно в россии сегодня определяют те кто ответ отвечает что если украина вступит в европейский союз так или иначе быстрее или медленнее конечным результатом этого будет вступление в нато вступление в нато украины для россии смерти подобно то есть это смертельная опасность для государства поскольку военные базы нато на территории украины превращают в груду металла всю систему противоракетной обороны всей россии и ставят под угрозу даже ракет среди в радиусе действия все жизненно важные центры россии то есть россия остается без обороны исходя из этого насколько я понимаю в россии было принято решение цель которого не допустить входа украины в нато а не допустить вход в украины в нато можно не допустив украину в европу то есть вернуть ее под под руку белого царя под правительство постановить там такое правительство которое никогда не пойдет на такой шаг угрожающей безопасности государства российско россия в этом отношении рассматривать совершенно справедливо что нет никакого смысла расчленять украину или брать от нее какую-либо часть и она выступает за единство украины кроме всего прочего исходя из этого принципа потому что та часть которая не войдет не отойдет от прозападной украины на прозападной части украины будут база нато и поэтому украина хочет чтобы россия хочет чтобы вся украина до последнего миллиметра на западной границе была бы единым государством от крыма и до ушка и никак и и смена власти на украине должна произойти с помощью самих граждан украины поэтому россия не будет вводить свои войска если только ситуация полностью не выйдет из под контроль а надо будет помогать украинскому населению в юго-восточных районах сформировать свою политическую и военную силу чтобы можно было убрать ту власть которая по российским понятиям нелегитимная и была и захватила власть в киеве единственное что да российские войска могут взять это и логично это во первых атомные электростанции чтобы предотвратить диверсию результаты ее могут быть более страшно 4 материковой украины нету на другой территории атомных электростанций на украине атомные электростанции стратегические объекты вероятно объекты с ракетами с ракетами земля воздух и вполне разумно если пойдет перейдет дело к этому некоторые центральные аэропорты так как это было чтобы предотвратить переброску в украину ту или иную помощь от тех в ком россии не заинтересована чтобы помогали и чтобы помочь другим силам на украине попасть вовремя в то место где был так что сегодня а с то что пытается россия сделать с ее одобрения консолидировать и организационно и с точки зрения силы военной те силы украины которые сопротивляются нынешней власти в киеве и будут готовы ее сменить если удастся сменить эту власть которую и сегодня президент украины назвал нелегитимной мирным путем никаких проблем но если этого не удастся придется это делать силой но силой граждан украины а не российской армии тогда у нас наше время стремительно тает мне хотелось бы два вопроса пресс первое если ты говоришь что они могут взять под контроль наиболее серьезные такие объекты не буду внутри то это уже какие-то очень ограниченные контингенты вступит ли украинская армия на которые есть я понимаю его уровень тем не менее но если это очень летит контингент и вступит ли украинская армия в бой за то чтобы не произошло вот такого взятия под контроль чужими войсками на территории нынешней украины украинской армии нет нет такого понятия украинская армия давно разгружена и разворована то что есть люди носящие форму украинской армии вероятно что часть из них даже как или люди не носящие форму украинской армии попытаются этом войти в боевое воспрепятствия так не играет никакой роли в продолжение того что я хочу сказать сказал раньше я хочу напомнить 60 с лишним лет назад другой президент страны которая называется самой демократичной кеннеди поставил мир на грань ядерной войны только потому что появились советские ракеты на кубе так что сегодня руководство государства российского заботится будет о безопасности своего государства и через три года и через пять лет не меньше чем кеннеди тогда заботился о безопасности своей и еще я хочу дать сравнение с тем что происходит в нашем районе и каждый израильтянин а как бы мы реагировали если бы аль каида или иран заключив законное соглашение с иордании разместили бы систему пво на базе новых ракет и систему ракет земля земля в иордании израиль бы израиль бы реагировал обращаясь в организацию объединенных наций или обращаясь в общество озеленения природы то есть речь идет в данном случае о жизненно важной проблеме для россии и поэтому россия не остановится ни перед чем и никакие санкции не помогут мало того россия вряд ли пойдет на какие-нибудь соглашения с западом потому что как показали соглашения о распуске варшавского договора который пытался заключить горбачев и как бы соглашение оливии и как последнее соглашение которое было оглашено с януковичем просуществовала 20 минут или полчаса то есть россия вряд ли пойдет на какие-то соглашения которые не стоят бумаги на которые они написаны не критикуют вы можете заметить что разница в легитимности между аль каидой на наших границах и даже вооруженными силами стран нато я честно я interessante не об этом ракеты не спрашивают о легитимности ракета она не спрашивается если у ракеты в отличия от ракет аль каиды термоядерная боеголовки а это уже не спрашивает о легитимности и вопроса легитимности я дам другой пример произошло произошло то что произошло в Убрали Мурси. Соединенные Штаты объявили это военным переворотом, наложив санкции на новую власть в Египте. И экономические, и военные. Хотя то, что произошло на Украине сейчас, ни в какое сравнение не идет с тем, что произошло в Египте. Но в Египте правительство нелегитимное, и американцы принимают санкции. А вот то, что сделали в Киеве на Майдане, оно, да, демократическое, по тем же самым стандартам. Так что легитимность в данном случае условная, фальшивая, подделанная, не имеет никакого отношения. Тем более, что речь идет о ракетах, а не о пульпулистике бюрократической. Я никогда не одобрял позицию американцев по отношению вот эту между Сисией и Мурсией. Но дело не в этом. И у меня волнует другой вопрос, как у всех нас, евреев. А что делать евреям Украины? Говорят, это 250 тысяч человек, примерно. Им что, поддерживать Россию, власть в Киеве? Или просто бежать в Израиль и дело с концом? Пусть каждый еврей для себя решает, на какой он стороне. Но потом не обижается, если за свое неправильное решение он будет расплачиваться своей задницей. Хороший ответ. Хороший ответ. Я понимаю. Ну что ж, друзья евреи, на этой, ну, неоднозначной ноте, я бы сказал, поскольку время нашего эфира закончилось, мы, видимо, и завершим на сегодня этот разговор. Хотя еще раз повторюсь за прошлые передачами, что события дорастают столь стремительные политические и военные, что мы, безусловно, будем еще не раз возвращаться к этой непростой и болезненной теме. Спасибо, Яша. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН ТВ.